Хочу вам представить самодельный токарный станок Сделан давно Состоит из простых деталей Его размеры Общие габариты 90х35 Максимальный размер обрабатываемой заготовки 40 см Высота над станиной 120 мм Станок состоит из задней бабки Задняя бабка сделана просто Это сварено 2 профильные трубы Две сороковки Получается 80 мм Высота сотка Приварено это все в такой пластине На пластину приварено 2,25 уголка Служат как направляющие по станине То есть когда мы ложим бабку на станину Уголки у нас не дают бабке шевелиться в стороны В стороны она у нас ровненько ездит Значит пластина пятерка Размеры пластины 145 см На 160 см Значит Сверху приварена у нас труба Труба у нас диаметром 34 мм Была взята шпилька На шпильку накручена две гайки Две гайки были Ну грани гаек Были немножечко обточены Чтобы они зашли вовнутрь трубы То есть я две гайки утопил Ну шпилькой выставил Утопил их вовнутрь трубы И обварил Таким образом у нас получилась Регулируемая задняя бабка Значит на один конец я просто вырезал Вот такой вот Кружок Диаметр круга 115 мм Значит были сделаны вот такие декоративные отверстия Длина шпильки у нас получается 200 мм С этого конца была сделана стопорная гайка Просто была накручена гайка К ней было приварено два вот таких болтика То есть когда мы заготовку выжали Мы вот этой гайкой ее контрагаем С этого конца у нас выточен конус Конус точил токарь Сделан он очень просто На вал вставлен подшипник Конус просто одевается По такой схеме уже работает больше Трех лет Никаких нареканий нет Все ровненько Все красиво Снизу Наша бабка Прижимается просто пластиной На которую приварено две Вот такие гайки Значит собирается очень просто Установили Папку И выжали ее двумя болтами Все По такой конструкции бабка жестко стоит Никуда не ездит Ни левый ни правый И свободно перемещается у нас По направляющим Значит с этой стороны У нас был установлен двигатель Двигатель слабенький 250 ватт всего То есть при возможности Нужно устанавливать больше Подсоединен он через блок конденсаторов Который спрятан Вот такой вот коробочке Сверху сделан выключатель Включить, выключить На конец Вала Была выточена Переходка Под патрон Это позволяет нам Всовывать сюда Любые наконечники Обычный болт В шляпке болта Было просверлено Три отверстия И вставлено Три обломка гвоздя Плотненько Центр делаем Немножечко выше Как направляющий Два боковых зацепа Делаем Немножко пониже В принципе Нормально работает Ничего не нужно Выдумывать Центральная часть Опора У нас состоит Из следующих частей Схема Такая же Как и в задней бабке Вот такая вот Пластина В пластине я Прорезал Вот такой Паз Этот паз Не фрезерованный По размеру паза Было взято сверло Просверлено два Отверстия По краям А посредине Просто До этих отверстий Прорезано болгаркой Пластина у нас Паз 260 на 50 мм Паз Паз У нас 300 Вернее 130 на 15 На Empire К К К К К К пластины. Была приварена просто трубочка. В трубочке просверлено отверстие. К этому отверстию приварена дайка. И был сделан из обычного болта вот такой самодельный вороток. Сам упор состоит из металлической пластины. Металлическая пластина была приварена к обычному болту. Приварена она под небольшим углом для того, чтобы, как у заводского станка, была вот такая вот наклонность. Все очень просто. Болт вставляется, позволяет крутить опору и так, и по высоте, и по сторонам, как угодно. Мы сегодня выставили, как нам нужно. Зажали, все жестко стоит. Пластина крепится к станине. Вот таким образом. То есть была взята пластинка. К пластинке был приварен вот такой вот маленький швеллерот. В швеллере было просверлено отверстие, и снизу была подварена гаечка. Благодаря вот этому размеру у нас, так же как и задняя бабка, оно ездит только вперед-назад по станине, и вот этот швеллер не дает никак ему проворачиваться. То есть, опять же, крепится очень просто. Загрутили гаечку, и все у нас работает. Позволяет выставлять, как нам нужно, в любых проекциях. Выставили, зажали и работает. То есть, все просто, все элементарно. Выставляем заготовку, по заранее отмеченным центрам. То есть, вот мы бабку поджали. И ключиками ее зажаем. Все. Здесь мы можем ее немножечко теперь винтом поджать, как нам нужно. И, соответственно, контргайечкой мы ее контрагаем. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...